Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Кесаева Ирина, и я являюсь представителем федеральной компании «Этажи». И сегодня мы поговорим об изменениях в сфере недвижимости. С 1 марта 2023 года владельцев недвижимости в России ждут важные изменения. Сведения о выписках из ЕГРН перестанут быть публичными. С 1 марта 2023 года вступает в действие новые правила выдачи выписок из ЕГРН. Сведения о собственнике перестают быть публичными, и получить их можно будет только с его согласия. Это сделано для защиты персональной информации человека. Право получать выписку в прежнем формате смогут только собственник объекта или его представитель, супруг, наследник, арендатор-наниматель в отношении своего арендодателя-нанимододателя и, наоборот, владелец смежного земельного участка, кадастровый инженер, органы власти, если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг. Нотариус, арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность, должностные лица. Остальные люди смогут получать выписку с данными о владельце жилья только с его разрешения или через нотариуса. Для раскрытия своих данных собственник должен подать заявление в Росреестр, но в этом случае они будут доступны всем заинтересованным лицам. Чтобы избежать случаев мошенничества, хозяевам квартир будут приходить уведомления о том, что от них получено согласие на госуслугах, через личный кабинет на сайте Росреестра или на электронную почту. Если они его не давали, они смогут его отозвать. Еще одно изменение. Выписку из ДГРН можно будет проверить через QR-код. Проверять работы по капремонту будет местная администрация. С 1 марта 2023 года начинает действовать закон, согласно которому услуги капитального ремонта многоквартирного дома не будут оплачиваться региональным операторам, пока акт приемки работ не подпишут представители органов местного самоуправления. Или люди, уполномоченные действуют от имени собственников в помещении дома, если ремонт проводился на основании решения общего собрания. Речь идет о случаях, когда собственники квартир выбрали для накопления взносов общий счет фонда капремонта регионального оператора. Сейчас работы по капремонту принимает комиссия из представителей фонда подрядчика и собственников. Жители дома выбирают такого человека на общем собрании. Предполагается, что нововведение решит проблему затягивания согласований работ, которые приводили к судебным разбирательствам и штрафам для региональных операторов. Заработают методические рекомендации по капремонту. Кроме того, с 1 марта 2023 года вступят в силу методические рекомендации по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, которые финансируются средствами фонда капитального ремонта. Это, например, ремонт крыш, фасадов, лифтов, фундамента дома. Авторы рекомендации разработали перечень видов работ и их критерии. Также с 1 марта региональные власти получат право дополнять перечень работ и услуг по капремонту по своему усмотрению. Вернется лифтнадзор. Ростехнадзор с 1 марта 2023 года начнет контролировать состояние лифтов, инвалидных платформ, эскалаторов и других технических средств в жилых домах. Государственный контроль за лифтами в России отсутствовал с июля 2021 года. В некоторых регионах работы по замене лифтов не входят в программы фондов капитального ремонта. Предполагается, что изменения сделают проверка содержания подъемников регулярными и повысят безопасность жильцов многоквартирных домов. Жители рассчитают за общедомовые услуги по новой формуле. Жители многоквартирных домов с 1 марта 2023 года будут оплачивать коммунальные услуги за общедомовые нужды, свет в коридорах, воду за уборку в подъезде, работу лифта, исходя из фактического потребления. Раньше все платежи были ограничены нормативами. Теперь же платить придется по общедомовым счетчикам. С 1 марта 2023 года владельцев недвижимости в России ждут важные изменения. Если счетчиков в доме нет, то суммы будут рассчитывать по измененным нормативам. Это может привести к тому, что жители домов, где не установлены счетчики на общедомовые нужды, придется платить больше, чем обычно. Жильцы, которые не живут в квартире, смогут не платить за вывоз мусора. С 1 марта 2023 года жители многоквартирных домов получат право не платить за вывоз мусора, если не проживали в квартире более пяти дней. Для перерасчета нужно написать заявление в управляющую компанию и приложить доказательства отсутствия в доме, например, авиабилеты, турпутевку, командировочное удостоверение. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента возвращения. Сократятся сроки процедур, связанных с предоставлением госземель. 1 марта 2023 года в России вступает в силу закон, который сокращает сроки предварительного согласования и предоставления земельных участков государственной и муниципальной собственности с 30 до 20 дней. В случаях, когда схему расположения участка на кадастровом плане территории нужно согласовать с 45 до 35 дней. По мнению правительства, это ускорит реализацию новых жилищных проектов и упростит гражданам строительство частного жилья. В эфире телеканал Архиз 24. С вами была Кисаева Ирина. До встречи!